Галина Павловна встретила нас вопрошающие, почему не в сапогах. На самом деле, отправляясь по звонку горожанке, мы могли бы предвидеть, какие условия съемки нас ждут. Вот дальше заливаются вот эти сапоги, сапоги сушу. Да, вот эти сапоги газета сложила. Это здесь повыше, а там чуть пониже, и вот заливается полно воды. Чтобы представить нам масштабы бедствия, Галина Павловна вытаскивала поддоны. Они мы смогли хотя бы на пару метров отойти от лестницы. Топит подвал с 23 марта этого года. Галина Павловна, являясь заведующей хозяйством, индивидуального предпринимателя, владельца помещений в данном жилом доме, прошла не одну инстанцию. Но помощи так и не дождалась. Весной в управляющей компании «Атлан» сослались на подтопление грунтовыми водами многих подвалов. Силы, в первую очередь, были брошены на жилые дома. В управлении городского хозяйства администрации города переадресовали опять же в управляющую компанию. Галина Павловна наведалась в ПУ ЖКХ, в МОП благоустройство. Там дали ответы, что канализационные дренажные колодцы в нормальном состоянии. Так как жильцы, они не заинтересованы состоянием подвального помещения, никакого интереса не проявляют. Я хочу, чтобы все эти службы собрались, нашли время собраться, найти причину и устранить, почему у нас происходит затопление подвального помещения. На дверях входа в подвальное помещение план эвакуации на случай пожара, а надо бы и на случай затопления. Справляться с таким объемом воды собственными силами Галине Павловне становится с каждым днем труднее. На помощь остается только надеяться. Целый день, я с 9 часов, 2 дня откачиваю, и вот эта вода не убывает. Она вот как стоит, так и стоит. Продолжение следует...